Если ещё не подписаны на канал, то подпишитесь. И что, господа, вы правда думаете, что канал у нас про алкоголь? Ничего подобного. У нас канал обзоров. Обзоры можно делать на всё, что угодно, вообще. На что угодно, хоть на левую пятку делать обзоры. Значит так, у нас сегодня на обзоре капли в нос пеносол. Начнём, пожалуй, с истории их покупки. А история такова. Прихожу я в аптеку. Как бы да, всё обычное, московская аптека. Когда я, конечно, жаль, что я выбрал московскую аптеку, я мог в области зайти в аптеку. Но я решил что-то, ну подумаю, ну прохожу я здесь, да. Я как раз этот штатив покупал. Прихожу я здесь, куплю-ка я там, это сам, в московской аптеке. А в московской аптеке все строго, да. Короче, прихожу такая, там спускаюсь, там пятёрочка, и там такая маленькая аптека, нифига нету. То есть, да, вообще, 3 квадратных метра, закуток, да. Захожу, да, офигеваю, да. Говорю, дайте это там, вот это, да. Вот это, и вот это дайте. А мне говорят, а вот этого, вот этого нет вообще. А это базовые препараты, да. Базовые капли для носа, вот на основе ксилена, да, они базовые. Ксилена, правильно я говорю, ксилена, ксилит, ксиленка, вот такой, да. А они базовые, да, они же жизненно важные препараты, по сути своей. Их нифига нету, ни одного. О, я офигеваю от этого, как так можешь жить. Вот, давайте, короче, давайте любые капли в нос. Капли в нос, давайте, вот. А мне говорят, вот есть спиносол у нас, спиносол у нас. О, я сразу вспомнил. Вспомнил этот ужас, как он действует. Взял и хапнул его. И говорю, давайте мне, давайте мне бисептола еще давать. Хочу еще бисептола. А это рецепт. А это даже не антибиотик, представляете. Даже не на антибиотик. Там рецепт теперь в Москве, вы все с ума сошли, да. Будешь подыхать, тебе антибиотик в аптеке не продадут вообще. Не антимикробные средства, как бисептола, не антибиотик, ни хера. Они продадут все вообще там, потому что все зашубанные, да. И продавцы эти, продавцы эти молодые девки какие-то. Вообще, вообще ужас, короче. Что она может понимать в 19 лет? В этих лекарствах продает какое-то говно, вот это. Орбидол и пеносол, да. Но пеносол не так прост, как кажется. У меня про него есть воспоминания из детства. Тяжелые, ужасные воспоминания, да, когда мне его закапывают. Уж он жутко дерет, он просто является эфирным маслом из-за еловых вот этих вот иголок. Так, чем-то. И когда ребенку закапывают, это просто мучение, это просто издевательство над детьми, да. Потому что он ужасно дерет, он вообще-то это пеносол, он для пенсионеров, для вот тех, у кого сухой, да, вот этот насморк, да, или еще что-то такое, да. То есть его бесполезно закапывают детям, да. Он для пенсионеров создан в основном, да, потому что он дерет, как бешеная собака, да. Ну, первых. Но при этом он помогает на самом деле, да, но не детям. Детям он вообще не помогает, его в качестве издевательства только прописывают, как витамин B12, да, просто. И если вы знаете, то витамин B6 или B12, я уже не помню. Короче, один из них, когда его колют уколами, он щипет, как собака просто, да. Потом и все болит потом, да, от этого вообще издевательства, да. Вот это вот, издевательские вот эти вот штуки, да. Вот. В общем, я вспомнил, какие были классные ощущения, как это было невозможно терпеть, как я офигевал, только не капать им, не тут рянь, да, и говорил. Вот, в детстве, да. Короче, так, взял, купил этот, да, потому что подумал, ну, нахрен, да. Не пошел в следующую аптеку, там, конечно, в следующую аптеку заходишь, и там все есть. Там и бисептол дают, и правильные препараты дают, которые помогают. Вот, взял вот это вот, одноосной эфирных масел и еловых иголок, вот, пеносол. Ну, в общем, да. Берешь его, взял его, так, пришел, да, и закапал, офигел, да. Я, конечно, поменьше впечатлился, да. Я думал, впечатления будут вообще жуткие просто, я помню жуткие впечатления свои. А на самом деле, как-то легко воспринялся, да. Наоборот, даже прикольно. Прикольно, как, вот, нос в елку засунули, вот это вот, взяли вот елку, и в нос ее засунули прямо, вот. Все, короче, в тему, и тут елки, и тут елки, и там елки, внутри, вот. Но как будто целую елку продащили прямо через нос, вообще офигенно. Теперь мне кажется, что это офигенно на самом деле. Вот, а что? Этому препарату лайк. Не знаю, насколько он помог, но он помог достаточно, да, он, конечно, по идее не мог подействовать, пушно, эфирные моста только. Но он, несмотря на это, он все-таки помог, да. Но недостаточно, не так, как бы, помог более дешевый вариант на основе деревян действующих веществ. Потому что все-таки в зеленой медицине я не доверяю, да. Московские аптеки меня больше не подают, и московские аптеки никогда вообще нахер, да. Больно привередливые, да, ничего не продают. Кто у них покупателем будет, никто будет. А орбидолы писывать, продавать, да. Говно это всякое, недействующее, это они могут, конечно. То есть, московские аптеки продают одни жалкие эти БАДы и все. Вообще даже не БАДы, даже не гомеопатию, а БАДы вообще, которые препараты, которые вообще не могут действовать никак вообще. Вот. Так что московские аптеки меня нахер. И к тому же с меня с такие деньги содрали. Сто, семьдесят, шесть рублей, это очень дорого для такой хрени, да. Потому что это пиздец, да, но... Я сам виноват, я пошел в аптеку у метро. Нельзя у метро или около станции ходить в аптеку. Если только в разнорожной станции аптек, то это, конечно, еще терпимо, да. Цена поднимется, ну, на 30 рублей закажи лекарство, ничего страшного. А если аптека будет у станции метро, то цена повысится. В четыре раза, да, на все лекарства, то есть. Что стоило 40 рублей, будет стоить 160. Вот так вот оно и есть, так что. А препаратом я впечатлен, короче, ему. Оценку ему давать не буду, он специфичный. Он не особо помог, он вообще не особо помогает. Он только старикам помогает в основном, да. Старикам за гаморитом, да. Офигенно, по ощущениям офигенно. За ощущение пятерку, да. За цену дизлайк аптеки, да. Пиздец вообще, мелкую аптеку. Храневаю до сих пор. Надо было в другую ввести. Ну, а чё-то поленился, уже поздно было поленился. Так что, господа, тушите свет. Не покупайте эту хрень, покупайте лучше. Реностоп. Реностоп в сообразы лучше поможет вам, чем эта бурда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова